Хэлло, блоги-скеллер, с вами снова Даниил. И сегодня у меня будет моя ужасная история 5. У вас уже, наверное, задолбали, как сказать, истории. Ну, а если вам нравится, то тогда поставьте лайк под этим видео и напишите, надо ли снимать шестую серию. В сегодняшней истории я вам расскажу о моей кошке, которая мертва уже практически год. Ну что, погнали. У нас была кошка Симка, порода шотландская. Мы ее очень любили, с нее не выпадала шерсть. Ее очень было приятно гладить, она очень любила людей. Она постоянно мурлыкала, когда мы ее гладили. Ну и постоянно, в любое время года, она любила, когда мы проветриваем, открываем окно, она любила выходить на сторону улицы, на вот тот вот уличный подоконник, и сидеть там, ходить, потому что у нас дом постоянно жарко. Ну и вот было 26 апреля. А мы перед уходом на улицу, мы открыли окно на полную, и Симка, как всегда, вышла на уличный подоконник, и, как всегда, там гуляла, потому что уже было тепло, а у нас дома уже вообще была баня. Ну и Симка, как всегда, вышла на улицу, мы знали то, что она вышла на улицу, ну и все, как всегда. Мы собирались, собирались, уже опаздывали. Ну и вот из-за того, что мы собирались и очень сильно спешили, мы забыли, то, что Симка была на уличном подоконнике, и открыли окно на микро. Вот это где-то появится фотография, если кто не знает, что такое микро. Мы открыли окно на микро и ушли. А Симка осталась на уличном подоконнике. Мы ушли, когда мы ушли, было где-то часов 8 утра, а пришли мы где-то в 2, может быть, начало 3-го. Мы пришли, а у нас на кухне просто вот так вот все раскидано. Я захожу, я один пока пришел домой, я просто не захотела к там ждать, или в магазин захотел, но не важно. Я пришел, все раскидано, я был вообще в шоке. Сначала не понял, что произошло, потом увидел Симку, а она вот между вот этим вот проемом, вот тут вот появится картинка, она вот там вот висела, она, видимо, хотела перепрыгнуть, но у нее не получилось. И она там застряла, вот на половину тела, половина у нее дома, а половина, а задняя половина у нее на улице. Ну и вот там она застряла, и, видимо, хотела выбраться, и поэтому она своими лапками все сгребла. Я прихожу, вижу Симку, пытаюсь ее вот так вот очень осторожно взять, вот так вот наверх поднять, потому что я знаю, что ее может быть очень больно. Я пытаюсь ее вот так вот взять, поднять, а она не дает, потому что мы с ней очень сильно любили играть, но она, наверное, подумала, что мы с ней сейчас будем играть, поэтому она начала царапаться, и гоголь свой вонзил, у меня вот сюда вот в палец очень глубоко. Потом я не знал, прошу, что делать, гоголь вонзил в пальце, а Симка в окне, но и потом я просто взял и вот так вот резко выдернул палец. То есть у меня вот так, как потом весь палец был в крови, Симка все равно осталась в окне. Я позвонила маме, сказала, что Симка в окне, приходи быстрее. Она прибежала со всех ног, увидела это все и вынула Симку. Она ее вынула, и задняя часть ее тела, она не работала. Она просто парализовалась, потому что она пробыла там очень долго, Потому что неизвестно, насколько давно она хотела перепрыгнуть и там застряла. Ну и вот мы ее вынули, у нее из, так сказать, пупы тепла кровь, она ползла. На передней части тела она могла передвигаться, но у нее тепла кровь. Мы ее потом положили на диван, она захотела в туалет, мы ее сняли, и она попала в туалет. Под ванной, у нас там был лоток, и она там поползла и легла. Мы подумали, что типа она захотела спать, и оставили ее, и ушли. Нам надо было снова дела, ушли, и мы задержались чуть-чуть, и вернулись поздно, часов в восемь вечера. Мы вернулись в восемь вечера, а она лежит вот так вот, возле шкафа. Она вот так вот лежит, звездой у нее вот так, вот так. И задние ноги тоже так же лежат. Мы подумали, ну может спит, потому что у нее же задняя часть была вот так вот, вся плоская. Но и мы подумали, что она спит, потому что ей так было удобно. Потом мы увидели то, что она не дышит. Мы ее потрогали, она не фигалась. И мы уже поняли то, что она умерла. И начали плакать. Потом на улице уже было темно, но мы хотели ее похоронить. Потом пришел мой отец, он увидел то, что симка мертва. Не плачь, вези. Он увидел то, что симка мертва, он сказал, типа, и что тут такого. И он взял, он взял просто ее, засунул в мешок, пошел, просто вытянул ее в мусорку. Он просто взял и выкинул ее в мусорную яму. Он даже не в саму мусорку. Он ее просто выкинул там со всякими там мешками, со всякими там ветками, палками. Он просто ее взял и выкинул, просто как мусорный мешок. И это произошло 26 апреля. Я это очень хорошо помню. Больше теперь мы не заводим кошек. Потому что у нас уже вторая кошка мурла, первая сбежала. Ну и вот он ее просто вытянул в мусорку и все. А теперь у нас никакой нет. Вот так. Ну если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И нажать на колокольчик, чтобы сам первым узнавать, когда у меня будет видео. Если вы также хотите шестую серию моей ужасной истории, то пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, чтобы я увидела то, что вам нравится эта рубрика. И сниму продолжение. Назвёрнула Панков Данил. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok